Добрый день, уважаемые коллеги. Мутация БИРАФ в 50% случаев встречается на коже без постоянной инсоляции, коже с постоянной инсоляцией БИРАФ встречается около 10%, НРАС 10%, ЦКИТ около 2%. И меланомы слизистых БИРАФ встречается крайне редко в 5%, но в 20% случаев встречается мутация ЦКИТ. Меланома конечности также БИРАФ в 15% и в 15% мутация ЦКИТ. Мутация БИРАФ ВИ-600Е характеризуется с заменой валина на глютаминовую кислоту. Она встречается где-то до 80% всех мутаций. Мутация КВАЛИН на лизин до 20%, РВАЛИН на аргинин от 1 до 5%, ну и мутация ДМ крайне редко встречается меньше, чем в 1% случаев. И, как правило, мутация гена БИРАФ ассоциируется с неблагоприятным прогнозом и более агрессивным течением заболевания. Они стабильны от первичной до метастатической меланомы. Позвольте вам представить коротко результаты первого всероссийского молекулярно-эпидемиологического исследования меланомы, проведенного под руководством Франка и именитого. В исследовании проводилось с января по декабрь 2013 года. Участвовало 46 клинических центров Российской Федерации. Материал был получен от 1035 больных в возрасте от 19 до 89 лет. Мутации БИРАФ были выявлены в 63% случаев первичных опухолей и в 55% при рецидивах болезни. Мутации ВИШИ-100Е встречались очень часто в 90% случаев. Мутация К определялась в 8,3% случаев. И мутации с равной частотой наблюдались у пациентов как мужского, так и женского пола. Встречаемость БИРАФ мутации в различных регионах варьировала от 50% до 70% и наиболее часто в Восточной Сибири и в Поволжье. Здесь представлена табличка спектра мутаций в российской популяции. Мутация ВИШИ-600Е 54,4% случаев от 627 пациентов, что составляет 60%. Мутация К в 5% случаев, все остальные мутации в менее 1% случаев. При сравнении мутаций в Российской Федерации и во всем мире все мутации БИРАФ встречаются в популяции мировой в 47% случаев, в России на 10% чаще. Мутация Е в российской популяции встречается практически в 90% случаев и на 10% реже во всем мире. Также мутации К в мировой популяции до 20% случаев, у нас в 8% случаев. Все остальные мутации до 1% случаев. Очень показательный график был отмечен, что БИРАФ-мутация встречается наиболее часто у молодых пациентов. У пациентов в возрасте до 29 лет 23 больных здесь представлены, и из этих 23 больных у 17 была отмечена мутация БИРАФ в возрасте от 30 до 39 лет, из 58 у 47, а в более пожилой группе из 62 пациентов только у 36. Таким образом, группа до 30 лет и от 30 лет до 40 мутации выявлены в 74% и в 81% случаев соответственно. Маленький клинический пример. Пациент 48 лет. Меланома кожи туловища, состояние после комбинированного лечения в декабре 2011 года и в августе 2013 года. Множественные метастазы в печень легкие. Гистологическое заключение в лимфоузлах метастаза меланомы, БИРАФ-мутация В600К. В декабре 2011 года у пациента было иссечение меланомы кожи туловища. По месту жительства далее наблюдения. Данных о первичном опухоле гистологическом исследовании у нас, к сожалению, нет. В 8-м месяце 2013 года была проведена операция Дикена по поводу метастазов паховой лимфоузлы. И в послеоперационном периоде пациент получал низкие дозы интерферона Альфа в течение года. В ноябре 2014 года у пациента были выявлены множественные метастазы в печень легкие. Ему было проведено 3 курса химиотерапии Дакарбазин, Ламустина и Цисплатин. Плюс иммунотерапия. После 3 курсов было отмечено прогрессирование болезни и появление новых очагов. И с марта 2015 по мая 2015 пациент получал вимброфени. Через 4 недели был отмечен частичный эффект. Эффект наступил достаточно быстро. Клинически значимый эффект. Но, однако же, уже в мае месяце, то есть через месяц, было отмечено прогрессирование болезни, появление новых очагов и метастазы в головной мозг. Далее пациент получал химиотерапию 2 курса Пакли с карбоплатином, прогрессирование болезни. И дальше только симптоматическая терапия. Пациент, к сожалению, не москвич, поэтому в дальнейшем связь с ним была потеряна. Данных никаких нет. Здесь представлена эффективность лечения бирофингибиторов у пациентов с диссимирной меланомой кожи по данным клинических исследований. Первая фаза, брейк-1, 156 пациентов. 131 пациент с мутацией V600E, 18 пациентов с мутацией V600K, 2 пациента с мутацией K601E, 1 пациент с мутацией V600K601E и 4 пациента с неохарактеризованной мутацией бироф. Частота ответа, таким образом, составляет при мутации E 78% и при мутации K лишь 22%, то есть 3 раза ниже частота ответа при мутации K. Однако медианное время до прогрессирования в двух группах одинаковое. У пациентов с мутацией K601E и V600K601E и с неохарактеризованными мутациями бироф не имели ответа на лечение. Хотя, на самом деле, я по литературным данным посмотрел, было несколько описаний клинических случаев с длительностью ответа при мутации K601E на веморофенибе около 30 или 40 недель. И у пациента с мутацией V600K601E пациент получил травмитениб 35 недель с длительным эффектом. Вторая фаза, брейк 2, несравнительно открытое исследование 92 больных с метастатической меланомой. С мутацией V600E было включено 76 пациентов и с мутацией K16 пациентов. Все пациенты получали доброфениб монотерапии. Частота ответа, соответственно, составила при мутации E 52% и лишь 13% при мутации K. Медиана времени до прогрессирования также была выше в группе с мутацией E и лишь 4 месяца с мутацией K. Однако медиана общей выживаемости практически не отличалась. Следующее исследование. Бираф-ингибиторы при метастазах меланомы в головной мозг. Просто напомню очень коротко это исследование. Метастатическая меланома, мутация V600E либо K, бессимптомная метастаза в головной мозг, и пациенты не должны были получать ингибиторы Бираф либо МЕК. Рандомизация 172 пациента в первую группу вошло в 89 пациентов, которые не получали лечения по поводу метастазов в головной мозг, и 83 пациента, которые ранее получали метастазы в головной мозг. Все в дальнейшем получали Даброфенип в стандартной дозировке. Вот очень интересная табличка. Здесь все пациенты были разделены на 4... Михаил Евгеньевич, Ваше время заканчивается. Буквально еще 2 минуты. Все пациенты были разделены на 4 группы. Первая группа не получали лечения по поводу метастазов в головной мозг. Вторая группа получали лечение. Это либо же лучевая терапия, либо же оперативное лечение. И пациенты с мутацией Е, и пациенты с мутацией К. Таким образом, контроль болезни, стабилизация, частичный и полный эффект по метастазам в головной мозг составил при мутации Е 80% и лишь 33%, практически в 3 раза меньше при мутации К. Контроль болезни по экстракраниальным метастазам с мутацией Е составляет 80% и в 2 раза меньше с мутацией К. Также время до прогрессирования 3,7 месяцев с мутацией Е и в 2 раза меньше с мутацией К. И общая выживаемость также в 2 раза меньше в группе пациентов с мутацией К. Исследование ДКОК. Общая эффективность бюрофонгибиторов в зависимости от мутации Е либо К. Мультицентровое ретроспективное исследование, проведенное под ЕГИДО и КОК. 14 центров, медианное наблюдение более 13 месяцев. Две группы мутации Е и мутации К. Общее число больных с мутацией Е составляет 167 пациентов. Объективный эффект, полный эффект и частичный. 63% в группе пациентов с мутацией К лишь 28%. Однако число больных, соответственно, лишь 5 пациентов. И контроль болезни таким образом с мутацией Е составляет 85% и с мутацией К 72%. Однако хочу обратить ваше внимание, что львиная доля пациентов приходится на стабилизацию болезни. Статистически достоверно. Однако однофакторный анализ не показал превосходство ни во времени до прогрессирования, ни в общей выживаемости. И эффективность... И две минуты уже прошло. Еще 30 секунд. Это последний слайд. Эффективность ингибиторов при мутациях ВИ-600Р. Мутация встречается крайне редко в 3-7% случаев от всех мутаций. 45% с ВИ-600 мутацией. 43% получали доброфенип и двое веморофенип. Объективный эффект. Вся группа составила 50%. Время без прогрессирования 5,5 месяцев. И у пациентов с мутацией ВИ-600Р объективный эффект составляет 55%. Это у 5 из 9 пациентов. Время без прогрессирования точно такое же 5,5 месяцев. Благодарю вас за внимание.